Девушки отдыхают В этом эпизоде киноэпопеи «Солдаты свободы» режиссера Юрия Озерова части 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта осенью 1944 года штурмуют одну из высот главного хребта Восточных Карпат. Даже для подготовленной армии, включавшей горно-стрелковый корпус и специальные горно-инженерные части, это была невероятно трудная задача. Еще сложнее пришлось 40-й армии 2-го Украинского фронта, у которой опыта горной войны не было. Обычным стрелкам требовалось преодолеть Южные Карпаты и выйти к границе Румынии и Венгрии. Венгерский режим оставался последним союзником гитлеровской Германии и единственным оставшимся источником стратегических ресурсов, включая нефть. На острие удара находился 132-й гвардейский полк 42-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза гвардии подполковника Павла Шурухина. «Серьезный участочек», – произнес штабист, раскладывая карту района предстоящих боевых действий перед командиром 132-го гвардейского полка. Крутые горы, глубокие пропасти, бурные реки и лес, где удобно устраивать засады. Все боевые действия привязаны к дорогам, а они перекрыты минами, фугасами и завалами. В гвардии подполковник Шурухин с сомнением смотрел на карту. Возможно ли вообще пройти здесь? И вдруг, словно услышал голос, «Русский солдат везде пройдет!» Павел вздрогнул и вспомнил соседа, старого солдата. Тот воевал здесь, в Первую мировую, и как-то сказал Шурухину, который был еще пацаненком, «Может, тебе, сынок, когда-нибудь придется побывать у Дукельского перевала? Поклонись! По этим скалам кости русских солдат лежат. Не дрогнули они, не посрамили воинской чести». Гвардии подполковник Павел Шурухин оказался достоин памяти предков. За бои в Карпатах он был награжден золотой звездой и стал единственным командиром пехотного полка, дважды Героем Советского Союза». Действие батальонов должно создавать у немцев впечатление, что мы будем активизироваться именно здесь, на этом ложном плацдарме. Основной удар нанесем южнее. Вам понятно? Передайте батальонам держаться до последнего. В отличие от героя фильма, гвардий майор Павел Шурухин знал, что удар его 132-го гвардейского стрелкового полка отвлекающий и шел на смертельный риск осознанно. В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года полк начал форсирование. Одним из первых на правый берег Днепра вышел сам Шурухин с оперативной группой. Это вот такой человек, который не знал вот этого страха, который первый поднимался в бой, который вел за собой своих солдат своим примером. Бросить людей в бой, который не было никаких шансов выиграть, советское командование вынудило тяжелая обстановка, сложившаяся на стратегическом Букринском плацдарме. 22 сентября 1943 года, пользуясь замешательством отступавших немцев, войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Ватутина сходу форсировали Днепр. Более того, удалось перебросить на левый берег несколько механизированных соединений 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалка. Это внушало командованию фронтом надежду на успешное наступление с целью освобождения Киева. Освобождение Второй Республики по значимости после РСФСР было крайне важно. Этого ждали. Поэтому, наверное, этому придавалось особое политическое значение. Однако противник сумел оправиться быстрее, чем рассчитывало советское командование. 23 сентября 1943 года, уже на следующий день после захвата, начались ожесточенные бои за Букринский плацдарм. Немцы бросили против его защитников 10 дивизий, включая 5 танковых и 1 моторизованная, а также значительные силы авиации и артиллерии, которые в светлое время суток практически парализовали советские переправы. Чтобы отвлечь и ослабить натиск противника в районе Букрина, 42-й гвардейской стрелковой дивизии было приказано форсировать реку севернее, напротив деревни Гребини. В состав этой дивизии входил и 132-й гвардейский стрелковый полк, тогда еще гвардии майора Шурухина. Немцы, увлеченные действиями на Букрине, не ожидали удара севернее. Шурухин немедленно этим воспользовался и, преследуя отходящего противника, сумел продвинуться на несколько километров вглубь, чем получил относительную свободу маневра вдоль берега и обезопасил переправу. Одновременно он, не зная жалости, заставлял усталых бойцов рыть основные и запасные позиции. Кое-кто из новичков пытался ругать командира, но был сурово остановлен бывалыми солдатами и сержантами. Для вас, дурни, батя старается. Ему было 30 с чем-то лет, а у них там батя был. Я думаю, что его любили. Он строгий был. Немецкое командование, обнаружив новый плацдарм на фланге, моментально ценило угрозу. На ликвидацию плацдарма у Гребеней они бросили две дивизии – элитную танковую «Дасрайх» и 34-ю пехотную. Уже утром 27 сентября на позиции 132-го полка обрушились мощные удары артиллерии и авиации. Затем пошла пехота, поддержанная десятками танков и бронемашин. Атака следовала за атакой. Шурухинцы стояли на смерти. Сам командир был там, где особенно жарко. Вот к южной стороне плацдарма прорвался фашистский танк. Он утюжил окопы, не давая поднять солдатам головы. Прежде чем его удалось подбить, немецкие автоматчики успели приблизиться к окопу. В траншеях наступило замешательство. Еще мгновение, и все попятятся назад. Шурухин легко вскочил на бруствер и бросился вперед. За родину зазвенел его голос. Пробежав несколько шагов, оглянулся – никого. Неужели конец? До немцев метров пятьдесят. Но в этот момент из окопов начали выпрыгивать бойцы, и раздалось ура. Не то привычное и молодцеватое, которое слышалось на парадах, построениях и учениях, совсем нет. Это был какой-то рев, исходивший, кажется, из самой глубины людей, отражающий крайнюю степень морального и физического напряжения. Он устрашал, и немцы были отброшены. После атаки Шурухин сидел в окопе, где санитар накладывал повязку на его руку, и распекал солдат. Устав службы забыли, замешкались черти и чуть не погибли. Бойцы слушали виновата, и лишь бойкий санитар нашелся. Товарищ гвардии майор, а вы и сами устав нарушили. Вам не положено ходить в атаку, а пошли. Шурухин поначалу оторопел, а потом расхохотался. А ведь правда нарушил. Ну что, не будем нарушать устав, товарищи? Не будем, выдохнули бойцы. Командование 40-й армии надеялось, что плацдарм у гребеней продержится хотя бы три дня. Однако, благодаря грамотно выстроенной обороне и умелому командованию, шурухинцы продержались пять. Все это время удерживая на своем участке две немецкие дивизии. Продолжение операции у гребеней привело бы лишь к бессмысленным потерям. По приказу Комдива в ночь на 2 октября 132-й гвардейский стрелковый полк организованно покинул плацдарм. Уходил победителем. За это время он отбил больше 40 атак противника, подавил несколько батарей, уничтожил четыре тяжелых танка и два средних, 32 станковых пулемета и свыше полутора тысяч вражеских солдат. За бои у деревни Гребени командир дивизии представил Павла Шурухина к ордену Ленина. Однако командующий 40-й армией генерал-полковник Москаленко написал на наградном листе «Достоин звания Героя Советского Союза». Была директива 9 сентября, которая, правда, обозначала в основном командиров, которые первые заняли плацдармы на правом берегу Днепра, награждать. Там оговаривались подобные вещи. Герои именно за Днепр. 23 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии майору Павлу Шурухину было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день он стал гвардией-подполковником. Несколько дней отдыха и снова в бой. Теперь уже в район деревни Ходорова на северном фланге Букринского плацдарма. И вновь без права на победу. Формально задачей Шурухина было занять высоту 207, чтобы пробить коридор к соседнему плацдарму у поселка Щученко. На деле же все понимали. Прорваться сквозь глубоко эшелонированную оборону немцев силами измотанных полков 42-й гвардейской дивизии невозможно. Операция должна была скрыть переброску ударных соединений на лютежский плацдарм. Ночью 24 октября 1943 года 3-я гвардейская танковая армия и часть дивизии 40-й армии скрытно переправились на левый берег Днепра и маршем выдвинулись к лютежскому плацдарму севернее Киева. Перемещение огромной массы войск прошло незамеченным для немецкого командования и причиной этого во многом стали активные действия 132-го гвардейского стрелкового полка Шурухина и других частей и соединений, оставшихся под Букрином. Это позволило нашим войскам, используя маскировку, иментацию действий, совершить маневру на лютежский плацдарм. Те части, которые первые переправились, они там и оставались и вели боевые действия с противником. Для противника вообще было неожиданно удар, который наносился севернее. 3 ноября 1943 года с лютежского плацдарма началось наступление 1-го Украинского фронта. А уже 6 ноября советские войска освободили Киев. 13-го – Житомир. Немцы вскоре предприняли мощный контрудар и попытались вернуть Киев и восстановить линию фронта под Днепром. 17 ноября 1943 года немецкие танковые и моторизованные части в районе Коростышева вышли на шоссе Житомир-Киев. До столицы Украины Тигром и Фердинандом Манштейна оставалось полтора часа хода. И вновь положение спасли части 40-й армии. 132-й гвардейский стрелковый полк Шурухина был скрытно переброшен с Букринского плацдарма и, совершив 100-километровый марш в условиях осенней распутицы, перекрыл шоссе на Киев. Две недели бойцы отражали танковые атаки немцев. Вместе с другими частями и соединениями они буквально перемололи немецкую 4-ю танковую армию. Некоторые ее дивизии потеряли до 70% живой силы и техники. За боевые действия в районе шоссе Житомир-Киев 132-му гвардейскому стрелковому полку гвардии подполковника Павла Шурухина была объявлена благодарность верховного главнокомандующего. Первая, но не последняя. 12 благодарностей товарища Сталина. Вот, чтобы одну благодарность в жизни добиться, правильно, надо что-то сделать. А их было 12 за его воинскую службу. Всю зиму, весну и лето 1944 года, весной утопая в грязи, а летом задыхаясь от пыли и дыма, 132-й гвардейский стрелковый полк наступал, освобождая Украину. В августе 1944 года части соединения 40-й армии вышли к предгорьям Карпат. Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг. Завершилось освобождение всей украинской земли. Армия поднялась на Карпаты. Отсюда идут обходные пути Красной армии на Берлин, через Польшу, Чехословакию, Венгрию. Шурухин рассматривал вершины Карпата, его не покидало чувство нереальности. Павел родился среди степей в Заволжье, в селе Соляной Ерик. В крестьянской семье, которая была по тем меркам, конечно, бедная. Семья была многодетная, четверо детей. Голод Заволжье в 20-х годах приводит к тому, что в 1921 году умирает мать. Для того, чтобы помочь как-то семье, Павлик Шурухин начинает с 8 лет уже тоже вносить свой трудовой вклад в семью. Отец со старшим сыном еще до смерти матери уехали на заработки в Таганрог, и все заботы о двух младших братьях легли на плечи Павла. Он вынужден был бросить школу, так и не закончив третий класс. Батрачил на местных богатеев за еду, большую часть которой отдавал младшим братьям. Наверное, угас бы, как и мать. Но в 1922 году местные чекисты во время рейда забрали Павла Шурухина с братьями в Царитонский детский дом. Подкармливали детей также сотрудники губернского ГПУ. Они ежемесячно отчисляли часть пайка и жалования в помощь детдомовцам. Люди в форме, спасшие его и братьев от голодной смерти, стали для Павла кумирами, и он мечтал о военной службе. Трудная жизнь его заставила выбрать такой путь. Армия, как социально, конечно, стояла выше, чем вот просто крестьяне или рабочие. В 1923 году отец нашел постоянную работу и забрал Павла и братьев из детдома к себе в Таганрог. В школу Павел не вернулся. Работал продавцом газет на железнодорожной станции. Здесь сошелся с местными комсомольцами и вскоре сам вступил в Союз молодежи. Первым его поручением стало создание потребительского кооператива. Комсомольцы ездили по селам, закупали продукты, одновременно выступая как агит бригады. В эти годы Павел встретил свою будущую жену Капитолину. Он был комсомолец очень рьяный. Там какая-то комсомольская организация была, они там магазин устроили. Мама простая была, тоже сирота. Они оба сиротки. Дядька ее там в Таганроге. Они ее приютили, она так и выросла там. Когда Павлу исполнилось 18, он добровольно вступил в Красную армию. В 1934 году окончил Орджоникидзовскую пехотную школу и женился на своей избраннице. В 1935 году у них с Капитолиной родилась дочь. Мама рассказывала, когда она меня принесла, меня только он купал. И ухо прикладывал к воде. И это ухо, чтобы, ну, пробовал, горячая вода или нет, сам меня купал. В 1938 году у Шурухиных родился сын Борис. К началу Великой Отечественной войны Павел в звании капитана командовал учебным батальоном в 1-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье. В мае 1941 года дивизия, как обычно, выдвинулась в военные лагеря под Алабино. В Алабино у Шурухиных был небольшой домик. Капитолина разбила возле него красивый цветник, а на второй день войны, 24 июня, дивизия выступала на фронт. Павел Шурухин заехал домой, чтобы попрощаться и отправить семью в Москву. Собирались спешно. Грузовик подогнали к дому прямо на цветник. Сапоги солдат, перетаскивавших вещи, ломали стебли, вдавливали бутоны в грязь. Шестилетняя Светлана бросилась на защиту. «Не ходите по маминым цветам!» Она не понимала, почему солдаты не обращают на нее внимания, почему плачет мать, почему обычно веселый отец серьезен и грустен. Но вот сборы были окончены. Отец напоследок обнял дочь и сына. Последний раз поцеловал жену. Грузовик тронулся. «Скоро увидимся, не скучайте!» прокричал Павел. Дочь так и запомнила. Запомнила его стоящим на разоренном цветнике и машущим фуражкой. Вновь увидеть отца ей довелось лишь в 1946 году. Первая мотострелковая дивизия сыграла в первый месяц войны исключительную роль в сдерживании наступления частей германского 47-го механизированного корпуса. Уже в первых боях капитан Шурухин сумел отличиться. Из наградного листа. Капитан Шурухин в боях 4-5 июля 1941 года у поселка Бобр, находясь в обороне автострады Москва-Минск на направлении главного удара противника, трижды отбил ожесточенные атаки противника, которым предшествовала сильнейшая артиллерийская и авиационная подготовка. Будучи окружен танками и пехотой противника, продолжал вести ожесточенный бой. Полностью уничтожил прорвавшийся в расположение батальона взвод противника во главе с офицером. Будучи совершенно отрезанным от своих частей, сумел организовать выход из боя и пробиться к своим частям. За этот бой Павел Шурухин был награжден орденом Красной Звезды. Однако получить его не успел. 26 июля 1941 года дивизия попала в окружение, при прорыве которого батальон Шурухина вновь оказался отрезан немцами. Разбив остатки батальона на группы, Павел приказал прорываться к своим. Однако вырваться так и не удалось. Он собирает остатки своего батальона. Мы оказались в тылу врага, в окружении. Значит, мы будем действовать партизанскими методами. Собрав кое-какое оружие, снаряжение, они углубились в лес. И там развернули настоящую партизанскую войну. А уж после того, как он воссоединился с другим отрядом, с капитаном госбезопасности Медведевым. Будущий герой Советского Союза, кадровый сотрудник НКВД Дмитрий Медведев, был одним из идеологов организации партизанского движения и опытным разведчиком-диверсантом, у которого Шурухин многому научился. В свою очередь, Медведев высоко оценил организаторские способности, смелость и находчивость офицера и, возвращаясь на Большую Землю, в феврале 1942 года забрал его с собой в Москву, рекомендовал для работы в органах НКВД. В феврале 1942 года, когда Шурухин вернулся из партизанского отряда в Москву, ему присвоили звание майор и назначили заместителем командира полка 2-й отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Спустя три месяца Павла перевели в Центральный штаб партизанского движения при ставке Верховного главнокомандования в Москве, где он занимался подбором и подготовкой кадров. Его непосредственным начальником был знаменитый советский разведчик и диверсант Павел Судоплатов. В разговорах с ним Шурухин высказал мысль о необходимости объединения партизанских отрядов в крупные соединения типа армейских бригад, дивизий и даже армий, которые могли наносить куда больший урон противнику. Судоплатов и сам так считал. Поэтому в ноябре 1942 года появился приказ о создании на территориях Орловской и Брянской областей восьми партизанских бригад. Шурухин был назначен вторым командиром бригады «Смерть немецким оккупантам» в помощь возглавлявшему одноименный отряд командиру, который не имел опыта командования крупными соединениями. Павел, он, во-первых, был очень трудолюбивый, а во-вторых, он любил учиться и может научить другого. А это талант. Потому что не каждый человек, зная что-то сам, умея что-то сам, может научить другого. А у Павла Ивановича такой талант был. В течение двух месяцев Шурухиным было создано мощное партизанское соединение. Больше двух тысяч человек. Налажено снабжение, работа штаба, организованы связь между отрядами, обучение рядовых партизан и командиров, разведка и контрразведка. В феврале 1943 года со спокойной совестью Шурухин передал бригаду в руки прежнего командира, а сам возглавил оперативную группу брянского штаба партизанского движения. Настоящей проверкой готовности партизанских бригад стала крупнейшая диверсионная операция Великой Отечественной войны в марте 1943 года. Взрыв Голубого моста. В дни подготовки весенней летней кампании этот мост через Днестр имел огромное значение для немецкой армии. Из Германии по дороге Гомель-Брянск через него круглосуточно проходили эшелоны с живой силой и бронетехникой. Тогда, может быть, подключить авиацию и разбомбить этот узел? Это малоэффективно. У них там сильное ПВО. И при такой погоде невозможно прицельное бомбометание. А что, если одновременно с авиацией подключить отряд Млынского? Летчики начнут, а Млынский закончит. Автор сценария фильма «Фронт без флангов» Семен Цвигун подчеркивал, что майор Млынский, оказавшийся в тылу врага и продолживший воевать в партизанах, образ собирательный. Однако он во многом схож с Павлом Шурухиным. Как и в фильме, операция по уничтожению Голубого моста и железнодорожного узла была тщательно проработана и скорее напоминала войсковую операцию. Для участия в ней Шурухин сформировал сводную группу из бригады имени Щерса и смерть немецким оккупантам общей численностью больше трех тысяч человек. И для этого были причины. Понимая стратегическую важность объекта, немцы усиленно его охраняли. Возвели вокруг моста настоящий укрепрайон с окопами, дотами и дзотами, минами и заграждениями из колючей проволоки. Однако это им не помогло. Товарищ майор, на токачке зимбелировано. Хорошо. Взрывайте. Воз с этим эшелоном. Провоз под Сибири отгоняем. Давай, времени нет. Есть. Бой! Гитлеровцы потеряли 140 человек убитыми. 12 было захвачено в плен. У партизан 10 убитых и 39 раненых. В результате диверсии на 28 суток было прервано сообщение на этом важнейшем участке. В мае 1943-го за особые заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за советскую родину в тылу немецко-фашистских захватчиков, подполковник Павел Шурухин был награжден медалью «Партизану Отечественной войны первой степени». К этому времени он опять был отозван командованием в Москву. Ему настойчиво предлагали остаться в аппарате НКВД. Однако Павел отказался и вскоре возглавил 132-й гвардейский стрелковый полк, с которым дошел до Карпатских гор. А потом не захотел в тылу находиться и опять стал проситься на фронт. Настолько он был подвижный, беспокойный человек такой, вот настолько он был активный. В мае 1944 года 132-й гвардейский стрелковый полк Шурухина вышел к реке Молдова в районе деревни Баурени. Здесь, на высоте 395, находился мощный укрепрайон, прикрывавший перекресток дорог. Ключ к продолжению наступления советских войск на Румынию. 8 железобетонных дотов, долговременных огневых точек и еще около 20 дерево-земляных огневых точек, дзотов. Пользуясь затишьем, Шурухин начал подготовку полка к предстоящим боевым действиям. На базе обычного стрелкового батальона он создал штурмовое подразделение. Кроме стрелков и пулеметчиков, включил в него 6 минометных рот, батарею пушек 45-ок, два взвода саперов и взвод огнеметчиков, а также отделение химиков. В тылу были построены аналогичные реальные укрепления, на которых бойцы отрабатывали тактику штурма. Он обучал их не браваде, не показной храбрости, а старался их защитить от напрасной смерти. И учил, подумай сто раз, прежде чем вскочить, зашуметь, закричать «Ура!» и подставить свою жизнь под пулей. 10 августа 1944 года, за 9 дней до начала масштабной яско-кишиневской операции, в присутствии командующего 40-й армии и членов военного совета были проведены учения. Даже много повидавшие генералы были поражены слаженными действиями штурмового батальона и других подразделений. 19 августа в 16 часов после мощной артподготовки полк Шурухина пошел на штурм. У небольшой высотки плотный огонь фашистских пулеметов прижал солдат к земле. Шурухин увидел, как молодой лейтенант стоит под огнем, пытаясь поднять солдат. Крепко выругавшись, подхватив автомат, Шурухин бросился к офицеру, маячившему словно мишень. Где бегом, где ползком пробрался в боевые порядки. Потянул лейтенанта за ремень, но тот уже в адреналиновом шоке ничего не понимал. Шурухин быстро подсек офицера и с подоспевшими бойцами охраны оттащил в воронку. «Жив?» лейтенант радостно улыбаясь ответил. «Жив, товарищ гвардии полковник!» «Не радуйся особо, после боя поговорим», мрачно пообещал Шурухин и принял командование ротой. Ударила артиллерия, перенаправленная командиром. Бойцы по его приказу бросили дымовые шашки и пошли в атаку во фланг. И вот уже фашисты покатились с высотки. Передав командование лейтенанту, Шурухин возвратился на КП. Там его уже ждал командир дивизии. «Содрать бы с тебя галифе и всыпать по одному месту!» «Нельзя, товарищ гвардии генерал!» скромно потупившись ответил Шурухин. «Я же герой, а их бить нельзя. Им самим бить полагается». На КП раздался взрыв хохота и по траншеям пошла гулять новая история о любимом командире. Бой за Укрепрайон длился больше суток и закончился лишь к вечеру 20 августа. Задача была выполнена. Контратаки противника отбиты, все доты и дзоты уничтожены. Путь в Горную Румынию открыт. Яско-Кишиневская операция привела к разгрому и окружению главных сил немецкой группы армий Южная Украина и румынских войск. 23 августа 1944 года король Румынии Михай, объединившись с антифашистской оппозицией, арестовал пронемецкое правительство диктатора Антонеску и объявил войну нацистской Германии. Генерал Фризнер, я вам приказываю любыми средствами восстановить в Румынии порядок, а предателя короля и придворную Камарилью арестовать. Однако попытки гитлеровцев подавить мятеж провалились. Немецкие войска встретили организованное сопротивление рабочих отрядов и румынской армии. 30 августа 1944 года советские войска вступили в Бухарест без единого выстрела, как в столицу союзного государства. Жители Бухареста приветствуют дорогих друзей. Поздравляем с победой. Дальнейшее продвижение Красной Армии серьезно осложнялось рельефом местности. 132-й гвардейский стрелковый полк Шурухина получил задачу пройти через восточные Карпаты Трансильванию и выйти на румыно-венгерскую границу. Здесь в условиях гор Шурухин проявил выдающиеся командирские и полководческие навыки. Дело в том, что горы в каждом конкретном месте, как отпечатки пальцев на руках, имеют неповторимый рельеф и неповторимые особенности. Здесь нет никаких готовых рецептов. И командиру любому, который ведет боевые действия в горах, будь то наступление или оборона, он должен иметь определенную подготовку. Я это называю горным мышлением. Еще в предгорьях Шурухин приказал найти всех, кто имеет практику передвижения в горах и распределил их по подразделениям, как своего рода инструкторов по горной подготовке. Специальные снаряжения добывали на захваченных складах немецких горно-стрелковых дивизий. Местные жители служили проводниками. Шурухин сумел навязать противнику маневренную войну в горах с применением глубоких охватов и обходов внезапными захватами господствующих высот и узлов дорог и троп. не стеснялся спросить у солдат тех, которые родились в этой местности, чтобы они показали, как это лучше сделать. Советовался с ними всегда перед какой-то операцией важной обязательно советовался, как лучше сделать, чтобы как можно больше сохранить жизни своих солдат и операция, чтобы была выполнена на отлично. Одной из самых успешных операций стал захват высоты 1510 в районе населенного пункта Лепуш, превращенном в мощный укрепленный узел. Кроме дзотов, немцы для размещения огневых точек использовали подвалы каменных домов, а на прилегающих горах были установлены минометы. Попытки взять штурмом городок ни к чему не привели. Тогда командир 42-й гвардейской дивизии приказал Шурухину провести полк в тыл немецким войскам. Под огнем противника гвардейцы прорвали оборону горных перевалов и совершили многокилометровый марш вместе с тяжелым вооружением. Внезапный удар полка Шурухина с тыла решил исход боя. За период ожесточенных боев в Карпатах 132-й гвардейский стрелковый полк прошел 250 километров, освободил 25 населенных пунктов, уничтожил свыше трех тысяч немецких солдат и полторы тысячи взял в плен. При этом сам потерял 94 человека убитыми и 278 ранеными. Невиданный результат для боевых операций, когда потери наступающих были в 10 раз меньше оборонявшихся. 24 марта 1945 года гвардии подполковник Павел Шурухин был награжден второй медалью «Золотая звезда». Он стал единственным командиром стрелкового полка дважды Героем Советского Союза. 132-й гвардейский стрелковый краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк гвардии подполковника Павла Шурухина закончил боевые действия уже после официального завершения войны. 12 мая 1945 года в Праге, куда он вместе с другими соединениями пришел на помощь восставшей Чехословакии. В 1948 году Шурухину присвоили звание полковника, а через год он был направлен на годичные курсы командиров стрелковых дивизий при военной академии имени Фрунзе. Закончив их в 1950 году с отличием, получил право свободного выбора места службы. Шурухин стал командиром 70-й гвардейской стрелковой дивизии в Прикарпатском военном округе, рядом с теми местами, где воевал и которые успел полюбить. В 1953 году Павлу Шурухину было присвоено звание генерал-майора. Перед ним открывались блестящие перспективы военной карьеры. Однако через год ему диагностировали рак желудка. В 1956 году он умер в Московском военном госпитале. Ему было всего 44 года. Еще в 1944 в Карпатах после одного из боев Шурухину доложили о найденных возле перевала костях, оставшихся, видимо, еще со времен Первой мировой войны. Действительно, в воронке от мины белели кости и лежали обрывки ткани. Вот товарищ гвардии подполковник нашел тут и сержант из взвода разведки протянул Павлу погнутый Георгиевский крест. Там еще котелки, ложки, мелочь солдатская, гильзы от трехлинейки. Человек пять их было. Видно, в заслоне остались. Шурухин нагляделся. Ну, действительно, лучшего места прикрыть отход товарищей не найти. Вот что, сержант, встряхнувшись, приказал он. Надо бы похоронить по-людски. И еще скажи командиру комендантского взвода, пусть выделит пяток солдат с оружием. Через час на месте воронки появился аккуратный могильный холмик с фанерной стелой, со звездой и надписью на табличке «Неизвестным русским воинам от гвардейцев 132-го стрелкового полка». Шурухин аккуратно положил Георгиевский крест на могилу. «Ну вот и довелось нам дойти до Карпат и поклониться русским солдатам, что когда-то здесь полегли. Не посрамили и мы воинской славы отцов и дедов наших, приумножили ее в боях за родину. Гулко грянул троекратный залп, отдавая дань памяти». Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...